Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милогейм. Ребята, мы с вами играем в обновление школьный автобус. Просто посмотрите, какой он красивый у нас появился! Здесь такая тучка в очках нарисована очень умно, читает книжку. Вот это значок автобуса. Он такой классный. Мне, ребята, он очень понравился. Смотрите, я так веду персонажа, и он у меня прячется за автобусом. Прикольно. Мне нравится новая механика. Вы, кстати, заметили, что у нас персонажи теперь стали по-другому ходить, стало все более проработанно, и мы можем теперь за предметами вот так ходить. Это смотрится очень реалистично, и мне это реально очень нравится, ребят. А еще круто, что у нас стали взаимодействия с предметами еще более лучшие. Вот с автобусом, например, мы можем сесть, и мы можем себя видеть внутри автобуса. Ребят, ну это же круто! Просто как в реальной жизни. Мега классно! Ребята, вы мне в комментариях написали очень много секретиков. Да, секретики, которые я уже, конечно, открыла в прошлом видео. У меня вышло видео на канале вчера. Кто его не видел, смотри, переходи после этого видео на то видео. Оно тоже очень интересное. Но новые секретики вы мне написали, и они очень-очень классные. Ну все, поехали запрыгивать в наш любимый автобус. Так, я хочу постоянно вот сюда персонажа поставить, но нет, не получается. Можно его посадить либо вот сюда на сиденье, либо можно его как водителя посадить вот сюда. Ладно, заходим вовнутрь, ребята. Но в начале, конечно же, мы с вами разберемся с секретиками, которых очень много в этом автобусе. Мне нравится, что все здесь закрывается, ребята. Я уже в прошлом видео это показывала, но мне очень нравится здесь атмосфера. Смотрите, у нас включается свет. Очень красиво это все выглядит. Я хочу сейчас выключить наше солнышко, зайти в эту локацию и посмотреть, как будет автобус смотреться ночью. И вот, ребята, как же здесь уютно. Я с удовольствием путешествую в этом автобусе. Он реально очень-очень классный. Ну хорошо, поехали с секретиков. Они прикольные, ребята. Конечно, у нас появились новые позы. Мы можем держаться за поручни два человека за один поручень. Третий человек уже, ребята, за поручень держаться не может. Смотрите, у нас водитель, вы его узнали, кстати, я его переодела в костюм выпускника. Он такой прикольный. Ему, кстати, идет. А у него забрала костюм водителя. Но у нас сегодня будет водитель и кондуктор. Я себя дублирую и буду работать водителем и кондуктором. Это будет очень смешно. Ну ладно, ребята, давайте секретики с вами еще покажем. Да, они очень классные, мне понравились. Конечно же, это вот этот секретик. Здесь можно найти вот такую вертушечку. У нее прикольные движения, реально классная игрушечка, но она почему-то не крутится. Хотелось бы, чтобы она еще крутилась. Остальные сиденьки, я думаю, что вы все уже проверили, они не работают, не открывается, только одна сиденька. Ну и, конечно, крутые движения появились с сиденьем. Новые это вот такое, разговаривать с кем-нибудь сзади и сиденья вытаскивать из-под сиденья вещички разные. И здесь есть тоже крутой секрет. Спасибо за ваши комментарии, вы реально очень классные. Просто дружно-дружно мне все написали, что здесь есть крутой секрет с этими резинками. Я в прошлом видео этот секретик не поняла, ребята, но он у меня получился. Я его открыла, я его увидела, но я не поняла, как я это сделала. И вы мне все дружно написали. Ну давайте, что это такое? Почему одни косточки? Здесь что, собака живет под сиденьем? Она постоянно косточки грызет? Ну ладно, хоть батончик попался. Ну давайте мне еще одну резиночку. Ой, денюжка. Денюжка это, конечно, хорошо, но мне нужна сейчас резиночка. Давайте ее доставать уже. Ой, ребята, такой я еще не доставала. Впервые мне попалась крутая косточка. Сколько же здесь всего вещей? Я думала, это, ребят, потеряшки. Оказывается, нет. Мы сейчас с вами соберем крутой попрыгунчик. Попрыгунчик из резиночек. Да, ребят, я знаю такие классные штучки. Из резиночек можно собирать попрыгунчик. Мне одни кости попадаются. Да что это такое? Вот, наконец-таки, такая же цвета. Они, кстати, еще другим цветом попадаются. Но это не столь важно. Их много выпадает. Можно много вот таких попрыгунчиков сделать. Смотрите, вот так делаем. И у нас получается просто мега крутой клубок. Я сначала подумала, что это для вязания. Но нет, ребята, это крутая игрушка. Попрыгушка. Она такая классная. Мне нравится это движение. Смешно. Очень смешно. Так, а здесь я еще пока не научилась. Или я плохо ее еще скрутила. Ну ладно, давайте девочке подарим эту игрушечку. Держи, играй. Она довольна. Мы, кстати, сидя можем играть. Смотрите, это так классно. Следующий, ребята, крутой секретик. Как же я здесь намусорила. Извините, пожалуйста, конечно, я все уберу. Следующий секретик. Это, конечно, рюкзачок и очень крутые подделки. Смотрите, у нас здесь есть классные подделки. Мне понравился больше всего лебедь, ребята. Знаете почему? Потому что он делает крылышками очень смешно, ребят. Смотрите, мне понравилось вот это действие. Так, нет, это не то действие. Вот это действие мне понравилось. Вот, ребята, он так круто работает. Своими крыльями машет. Очень смешно. Ну и, конечно, здесь можно сделать другие прикольные штуки. И мне нравится, что у нас только ножниц разных. Можно в школе использовать все эти ножницы. Вот такие крутые предметики можно делать. Кораблик тоже круто. Кстати, водички плавают. Мне он понравился. Ну и давайте еще сделаем самолетик. Потому что мне еще больше самолетик понравился. Лебедь и самолетик мне понравился. Вот такой еще самолетик. Давайте мы его запустим. Все, полетел самолет прямо к нашему водителю. Все, все, ребят, подарочки. Девочки, смотрите, когда она за поручень держится, мы уже ей не можем предметы давать. Да, потому что нужно держаться за поручень, а не какие-то предметы в руках держать. Ну хорошо, ребята, следующий крутой секрет. Это, конечно, вот этот сейв. Ребята, вы заметили, я вышла из локации, я сижу за рулем. Вот это да, что пора дублировать персонажа. Ну давайте попробуем. Я сейчас сижу за рулем. Смотрите, я могу вот так себя достать из телефончика. Я могу сесть вот сюда на сидушечку. И теперь я выхожу из локации. Ну можно, в принципе, выйти и вот так, без разницы. Я выхожу из автобуса. И посмотрите, что происходит. Сижу я за рулем. Сидит наш водитель. И вот еще одна я. Смотрите, одна я и вторая я. Правда, классно? Вот так можно дублировать персонажей. Теперь меня двое. И это очень-очень смешно. А если я двух персонажей обратно в автобус посажу, вот смотрите, что будет происходить. Я захожу в автобус, закрываю дверки и захожу в автобус. И смотрите, что происходит. Здесь две милыгейм сидит. Смешно, правда это все выглядит. Ну что, поехали, подружка? Покатайся. Ну поехали. Одна ребята едет, смотрит на часы, а вторая хочет спать. Смешные такие. Интересно, какая из них оригинал, а какая дубликат. Не знаю, ребята. Ну ладно, пойдемте, сходим за магнитом, откроем уже этот сейфик. Ну вот, я уже пришла сюда. Все уже знают, где этот магнит волшебный наш чудесный. Что бы мы без него делали? Выхожу из локации, чтобы быстрее дойти. Давайте сразу сделаем день и вот сюда заходим. Потому что так, ребят, быстрее получается, чем я буду по школьному двору ходить. Все, идем открывать уже этот драгоценный сейф. Так, у меня автобус уехал. Давайте мы его вызовем. Нажимаем просто вот сюда на кнопочку, и он прекрасно подъезжает. Заходим. И прислоняем магнитик вот сюда, и открывается просто шикарнейший проигрыватель. Крутой, очень красивый, весь в цветочек, ребят, на колесиках. Он как будто бы автобус. Реально у него фары автобуса, это его динамики. Посерединке радиатор, окорчики, как у автобуса. И снизу колесики. Прикольно, мне понравилось, что его сделали в форме автобуса. И он реально похож на школьный автобус, только в цветочек. Вот такая крутая секреточка, которая открывается, закрывается. Классная. Буду туда всякое барахло складывать. Ну ладно, все, мы все это с вами разгадали. Крутые секретики. Давайте сейчас еще раз попробуем с вами задублировать персонажа. А вдруг у нас еще получится задублировать персонажа. Давайте попробуем это сделать. Потому что можно реально очень много персонажей сделать вот здесь. Если у вас мало персонажей в игре, вы можете дублировать всех своих персонажей и заселить своими персонажами весь салон автобуса. И у вас классный видосик может получиться с вашими персонажами. Ладно, поехали дублировать. Как же это сделать? Нужно обязательно выйти из автобуса. Я своего персонажа, который у меня есть, могу посадить вот сюда за руль. Ой, давайте знаете, что сделаем? Попробуем с малышом это сделать. Моя малышка мне поможет. Привет, моя хорошая. Ну что, давай поехали с тобой. Вот, смотрите, я сюда своего персонажа с малышом посадила. А вдруг нам получится еще и малыша задублировать. Было бы классно. Все, после этого я нажимаю на дверки. Они закрываются. Нажимаю на зеленую кнопочку, чтобы зайти в салон. Все, меня здесь пока что нет, но мы сейчас сюда придем. Я достаю себя из телефончика. И смотрите, маленький персонаж у меня здесь. Это, конечно, прикольненько. Но посмотрим, посмотрим, будет ли он за рулем. Буду ли я за рулем сидеть с малышом. Интересно, за поручни можно с малышом когда? Да, ребят, удобно. Можно, и с коляской тоже можно держаться за поручни и ехать. Круто, мне это понравилось. Ну ладно, давайте посадим меня вот сюда. Обязательно нужно посадить персонажа вот сюда, чтобы его было видно в окно. То есть, если вы персонажа оставите вот так стоять, то его не будет видно снаружи. Поэтому нужно его посадить и только после этого выходить на улицу. На зеленую кнопочку нажимаем на двери. И смотрите, что сейчас будет. Вот мы сидим. А, я, получается, сижу без малыша, видите? А все-таки за рулем я сижу с малышом. Смешно, правда? И вот опять у меня два персонажа. Классно, давайте пересядем теперь в салон и поедем все вместе в наш жилой комплекс. На нашу улицу. Ребята, у меня малыш пропал. Куда делся? Малыш, помогите малыша. Найдите малыша. Может быть, он в сиденьке тут где-нибудь. Ребята, нету малыша. Но зато здесь такой мусор. Нам здесь еще мусорное ведро нужно поставить. Реально, нужно везде мусорные баки, чтобы стояли. У нас очень много мусора. Так, где наша малышка? Она потерялась, ребята. Ну ладно, не переживайте. Мы можем достать ее из телефончика. Вот она, маленькая малышка в целости и сохранности. Давайте мы ее сюда посадим. Так, ну все, поехали. Малыши, интересно, могут держаться за поручни? Смотрите. Нет, они не могут держаться. Их нужно держать на ручках. Ладно, сиди здесь, а я поеду. Меня, ребята, еще вот эта кнопочка волновала, как она работает. Оказывается, это ускоритель. Смотрите, мы, допустим, с вами едем сейчас в школу. А, мы с вами в школе, ребят. Мы едем вот сюда, где горит вот эта оранжевая кнопочка. Мы на нее нажимаем лампочка. Все, мы поехали. Интересно, ребята. А, все, дверь, смотрите, заблокирована. Я не могу ее открыть. Прикольно. Вот, видите, вот это наша деревня, где тут дома. Как будто бы такие свои дома, небольшой поселочек. Мы ее долго-долго проезжаем. Если вы не хотите долго ждать, вам нужно, допустим, очень быстро доехать. Вы, например, у нас эти поселки начинаются дома. И вот, вы можете их перемотать резко. И у вас опять город. Видите? То есть, это все-таки ускоритель. Скорость добавляется у автобуса. Мне это тоже очень понравилось. Давайте посмотрим. У нас теперь персонажи сохранятся в этой локации. То есть, мы можем дублированных персонажей с вами достать. И мне еще интересно. Малыша будет видно в окно. Я его возле окошечка посадила. Сейчас посмотрим. Выходим. Ребята, да, малышей тоже видно. Они такие хорошенькие там сидят. Смотрите, какая она классная. Интересно, я могу задублировать так малыша? Сажу его за руль. Но, ребята, малыши за руль не садятся. Они не могут... Ой, куда-то она спряталась туда за автобус. Они не могут водить автобус школьный. Еще совсем маленький. Поэтому, к сожалению, малышей нереально дублировать. Но мои персонажи остались здесь. И теперь у меня по улице может ходить две милые геи. Прикольно, правда? Ну, все, поехали теперь обратно. Хочу проверить, на улице жилой тоже так будет работать или нет. Ребята, если вы еще какие-то крутые лайфхаки или вот такие баги классные обнаружили со школьным автобусом, обязательно напишите мне в комментариях. Это очень интересно. Мы едем домой со школы. Малышка, ну, держи тебе вентилятор. Все, ребята, мы приехали и можно выходить. И мы здесь в том же составе, ребята. Все работает, все классно действует. Но если, ребята, я поменяю локацию или, допустим, зайду сюда в домик, то у меня один персонаж пропадает. Я уже это проверила. Давайте попробуем выйти из локации и зайти вновь в локацию. Пропадет второй персонаж или нет. Да, ребята, второй персонажик пропал. Ну, ничего страшного, зато это очень прикольно. Ну, а мы с тобой сейчас будем кораблик запускать. Вот и автобус уже приехал. Кстати, чтобы из телефончика постоянно персонажей не доставать, просто сразу садите их вот сюда. И все, и потом уже заходите в автобусик. И тогда не придется постоянно доставать их из телефончика. Вот, мы уже здесь сидим. Так, нам нужно взять кораблик и мы возьмем еще вот этот самолетик. Вот, мы здесь уже взяли кораблик и самолетик. И сейчас будем их запускать в воду и в бассейн в богатом доме. Но давайте сначала запустим все-таки в бассейн. Нам нужен наш домик с бассейном, особнячок, который находится в самом-самом конце. Сюда заходим и проходим в самый-самый конец. У меня, кстати, этот дом здесь еще не обустроен. Я уже забыла, как он выглядит пустой, ребята. И да, кстати, по поводу того, что у многих нету. У многих нету персонажей новых. Это охранника, например, или персонажи, которые дорогу помогают детям переходить. Ребята, нужно игру обновлять. Но, ребята, к сожалению, это работает пока только так. Только с помощью перезагрузки игры вы сможете их увидеть. И секретики у многих не работают. Но если вы перезагрузите игру, то они заработают, ребята. Но разработчики уже стараются над этим. И скоро, ребята, с новым обновлением это все пофиксят. И все будет работать. Поэтому вы можете либо ждать новое обновление, если не хотите обнулять все ваши постройки. Либо вы все-таки обнуляете игру и прямо сейчас сможете разгадывать секретики. И у вас появятся новые персонажи, такие как охранник и человек, который перевозит детей через дорогу. Ну ладно, давай, малышка, будем запускать уже этот кораблик. Мне интересно, как он будет в водичке плавать. Вау, смешно, ребята. Смотрите, теперь наши дети могут вот так играть с корабликами в воде. Могут они плавать и запускать кораблики. Смотрится это очень мило и красиво. Классные кораблики, нужно их побольше будет сделать. Ну ладно, малыш, держи кораблик. А мы с тобой пойдем сейчас запускать самолетик. А самолетик, ребята, я хочу запустить, где дом на дереве. Там у нас самая такая высокая локация. Мы можем на дерево залезть. Поэтому оттуда сейчас запустим. Посмотрим, как он будет лететь. Может быть, он будет лететь еще выше. Так, вот сюда мы с тобой отправили. Здесь, кстати, пасхальное яйцо у нас, ребят. Скоро Пасха. Будет праздник пасхальный. Обязательно будет видео. Поэтому, ребят, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Будет интересное видео. Ну все, запускаем кораблик. Жалко, малыши это делать не могут. Ладно, давай я его запущу. И вот так мы его запускаем, ребята. Смешно, оно здесь падает. А если мы, допустим, вот отсюда его запустим? Давайте мы его запустим вот отсюда. Куда он полетит? Ой, ребят, я сама улетела, не знаю куда. Ладно, давайте запускаем вот отсюда. И он резко потом падает. Смотрите, он вроде бы разгоняется, но потом резко падает. То есть у него есть определенная длина полета. Смешно, конечно. Еще мне в комментариях девочка писала, что можно стоять на подсолнухах. Вот здесь, за вот этой табличкой. Не знаю, ребят, у меня пока не получается. А вот, ребята, да, смешно. Прикольный такой баг. Можно прятаться вот здесь, за этим экраном. Классно. На этом все, мои дорогие друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Жду ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем классного настроения. И встретимся, как всегда, на канале Милогейм. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok